Официально есть две причины. Сразу вам скажу, обе они неправильные. Неправильные в том смысле, что все неправда. Потому что, если взять первую причину, мол, денег нет. И нам приводят страшную, как кажется на первый взгляд цифру, 180 миллиардов дефицит пенсионного фонда, 180 миллиардов рублей. На самом деле в масштабах экономики России совершенно не страшный дефицит. Но берем две еще цифры. Предполагаем профицит бюджета в том же 2018 году текущем полтора триллиона рублей. Ну то есть строго говоря, как минимум на 8 лет обеспечен пенсионный фонд профицитом одного только текущего года. Но это еще не все. Есть фонд национального благосостояния. Это часть бывшего стабилизационного фонда. Так вот, в нем лежит 3,6 триллиона рублей, если считать в рублях. Причем, если почитаете внимательно устав фонда, то там написано, что его задача, среди прочего, это покрывать дефицит пенсионного фонда России. То есть, иными словами, дефицит пенсионного фонда заранее вперед покрыт уже минимум на 10 лет. Может быть, больше. Может быть, и на 15-20 лет. Ну, зависит от того, какой он будет. Ну, то есть, проблемы срочного повышения пенсионного возраста из-за того, что нет денег, просто не существует. Это неправда. Другое объяснение, что, мол, у нас слишком много пенсионеров и работники не справляются со взносами в пенсионный фонд, не могут содержать такое количество пенсионеров. Но, во-первых, как мы уже только что видели, дефицит пенсионного фонда некатастрофичным. А во-вторых, что нам говорят, что у нас якобы два работника на одного пенсионера. Опять, это не совсем правда, потому что пенсионеры, которых у нас по официальным данным порядка 42 миллионов человек, делятся на три категории. Первая категория – это пенсионеры по инвалидности с какими-то льготами, там, я не знаю, ликвидаторы Чернобыльской аварии. Ну, вот такие категории, да, которые действительно выходят на пенсию раньше времени, и к ним пенсионная реформа не относится. То есть это минус 7 миллионов человек, которые за пределами данной пенсионной реформы находятся. Дальше, то есть у нас 35 миллионов, мы уже видим. 14 миллионов из этой категории работают. А что значит работают? Это значит, что люди продолжают формировать тот же самый пенсионный фонд, потому что за счет их работы идут взносы в пенсионный фонд. То есть у них вычитают деньги, и, опять-таки, работодатели тоже должны переводить за них деньги в пенсионный фонд. Причем, заметим, это 14 миллионов, это только люди, которые работают по белому. То есть вот то, что мы знаем, да, потому что кто-то работает не по белому, их как бы нет, они не существуют с точки зрения этого уже подсчета. Иными словами, у нас не работающих пенсионеров. На всю страну остается всего 21 миллион человек, пенсионеров по возрасту. Это очень небольшое количество. Опять же, если вы сравните с числом реально работающих людей, опять же, включите сюда работающих пенсионеров, то вы увидите, что реально у нас как раз очень хорошее соотношение. Оно у нас одно из лучших в Европе. То есть разговор о том, что мы слишком много имеем пенсионеров, он, опять-таки, ложный. На самом деле, причины реформы пенсионной системы совершенно другие, чем нам говорят. И на самом деле, опять-таки, это хорошо изучено уже на Западе. Потому что нам говорят, вот на Западе происходили пенсионные реформы. А почему они происходили? Мол, на Западе тоже то ли не было денег, то ли, значит, пенсионные фонды не справлялись. Опять-таки, неправда. Причина совершенно другая. Причина в том, что пенсионные реформы – это способ реформировать рынок труда. Причем весь рынок труда целиком, потому что это дает сразу двойной эффект. Вы получаете, с одной стороны, большое количество людей предпенсионного возраста, которых на самом деле никто не хочет брать на работу, которые крайне уязвимы, и они давят на рынок труда. То есть не просто им плохо, что вот они не знают, возьмут их на работу, не возьмут, это же полдела. Главное, что они приходят и соглашаются на любые условия работы. А это значит, что другие работники, которые бы поторговались, они уже оказываются в слабом положении, потому что работодатель говорит, что, мол, ну вот у меня тут стоят люди предпенсионного возраста, они будут работать за вдвое меньшие зарплаты. И то же самое касается молодежи, поскольку рынок труда становится более плотным, соответственно, молодежи тоже труднее, потому что нет квалификации, стажа, каких-то еще вещей, опыта, скажем, зачастую нет. Поэтому молодой работник тоже очень зависимый. Тут рынок труда становится жестче, плотнее, положение молодежи резко ухудшается. То есть две категории работников сразу становятся крайне уязвимыми, ну а работники среднего поколения, казалось бы, у них лучшее положение, но на них-то давят и сверху, и снизу. И в результате рынок труда трансформируется в интересах работодателей и отчасти в интересах тех государственных монополий, которые у нас тоже являются крупнейшими работодателями. Надо не забывать, что у нас государственные компании, государственные корпорации – это крупнейшие бизнес-структуры. И, кстати говоря, они не столько государственные, сколько вполне себе капиталистические. Но это такой тип капиталистической корпорации, которая тесно связана с государством. Поэтому они тоже вполне заинтересованы в подобного рода трансформации. Поэтому работники и, скажем так, работодатели оказываются в неравном положении. И в конечном счете мы видим, кто выгодополучатель. Выгодополучателем становится, прежде всего, вот этот самый класс работодателей. Даже, я бы сказал, корпоративный, в первую очередь, капитал. Корпоративный капитал. Потому что есть еще один очень важный момент, что люди, которые будут зачастую попадать вот в эту ситуацию, вилки последних примерно 7-8 лет работы, они очень многие будут работать не по-белому. Они многие будут подрабатывать как-то полулегально. Но, соответственно, опять же, их можно прессовать. Соответственно, конечно, можно устраивать всевозможные проверки. Они, опять-таки, становятся зависимыми и уязвимыми, но уже, в данном случае, по отношению к полиции, к налоговой и так далее, и так далее. Действительно, когда смотришь на вопросы, поднятые правительством, то возникает ощущение, что эти люди просто обезумели. Первое ощущение, да, то есть, ну, как будто специально хотят поссориться с населением, как можно больше людей обидеть, сделать так, чтобы как можно быстрее начали расти цены. В общем, это все не очень хорошие, казалось бы, шаги, да, даже с точки зрения интересов государства, правительства и так далее. Но, мне кажется, что правительство становится заложником своих собственных прежних решений. То есть, когда люди идут по определенному пути, они уже не просто приняли какие-то решения, они дали определенные обязательства. В том числе, обязательства крупным корпорациям, которых они, опять-таки, не просто будут защищать, да, они конкретно этих людей знают, понимаете, вы, я, мы не можем просто зайти к премьер-министру, там, не знаю, к министру эконом-развития, к начальнику Центробанка, к Набиуллину постучаться, да, и сказать, слушай, у меня проблема, да. А они же могут. Надо просто понимать, даже чисто человеческие вещи, да, то есть, эти люди конкретно могут зайти, постучаться и сказать, вот нужно то, 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 то. Скажут, вот это, это мы дать не можем, но это дадим. Ну, свои все люди, да. Понятно, что дали огромное количество обязательств. Формальных и неформальных, что очень важно. То есть, по неформальным обязательствам, вроде бы, выполнять надо, а отчитаться невозможно. Есть, кроме того, целый ряд социальных, политических, экономических решений, которые уже приняты. В том числе, даже по тем самым майским указам, которые привели, на самом деле, к очень большому хаосу в тех зонах, где они выполняются. Потому что, как майские указы выполняются? Сказали повысить зарплату, допустим, учителям или работникам вузов или врачам. А как отсчитывается область? По средней зарплате. А как среднюю зарплату поднять? Уволить, как можно больше людей, заставить остальных работать вдвое-втрое больше. Ну и, соответственно, отчитаться. В итоге вы создаете хаос в системе. Потому что, например, в классической ситуации, раньше был врач и к врачу помощник, ну, опять-таки, ассистент какой-то, да, без высшего образования часто и так далее. Но, тем не менее, человек работал, получал зарплату и так далее. Сейчас в классической ситуации приходишь к врачу, он сам начинает настраивать аппаратуру, сам начинает куда-то бегать, писать какие-то бумажки. Почему? Да потому что, чтобы повысить чуть-чуть зарплату врачу, уволили его ассистента. В итоге врач не просто увеличил нагрузку, он взял на себя еще чужую нагрузку, то есть другую, которая не соответствует его квалификации, кстати говоря, просто растрата времени, да. То есть вы приводите в состояние хаоса эти отрасли, и потом совершенно серьезно к вам приходят, опять же, спецы и говорят, ну, вы знаете, ну, что-то делать. Говорят, ой, что-то делать, что-то делать, но надо еще деньги действительно туда выделить, чтобы залить пожар, который сами же зажгли. Значит, и здесь дыра, и здесь дыра, и здесь дыра. В общем, это классический Тришкин кафтан. Причем вот у меня впечатление, что Тришкин кафтан латают уже вырезая куски кожи у самого Тришки, понимаете. Вот это следующий этап, когда латали Тришкин кафтан, обращается в такую пытку или садизм, да. Ну, а в данном случае, на роли пыли, вот, Тришки — это мы сами, да. Вы знаете, я бы сказал, что выгодополучателем всей этой истории является система в целом. Вот, если раньше принималось какое-то решение, можно сказать, вот, конкретно, выгодополучатель, вот он, да, его можно указать, его можно назвать, вот, ну, не обязательно конкретного человека, да, ну, конкретную группу интересов, да. Мне кажется, сейчас немножко другая ситуация. Сейчас проблема стоит в том, что система не работает, система неэффективна, и вот та модель периферийного или неолиберального капитализма, которая сложилась в России, в том варианте, как она сложилась в России, она не работает. Кстати говоря, это относится к Западной Европе, к США тоже, то есть это не наша индивидуальная проблема личная, это специальная, национальная, да, это, кстати, тем вот моим коллегам, которые говорят, что это все у нас только плохо, а на Западе все прекрасно. Нет, у них тоже все очень нехорошо. Но это нас не спасает в нашей конкретной ситуации. Так вот, в результате возникает ситуация, когда не хватает, не то чтобы даже денег, не хватает ресурсов, зачастую не хватает времени для обдумывания серьезных стратегических решений. И более того, невозможно принять ни одно решение, чтобы никого не ущемить. То есть вот мы говорили, кто выгодополучатель, но есть другая проблема. А вот если начать проводить структурные реформы по повышению эффективности экономики или государственного управления, то есть у нас же, помимо возможных выгодополучателей, будут еще и пострадавшие. Причем пострадавшие будут, скорее всего, на самом верху. И тут проблема не столько в том, кто получит выгоду, а в том, чтобы избежать всякого ущерба для тех, кто находится на самом верху. А соответственно, это значит, что любые проблемы нужно спускать как можно дальше вниз, чтобы вот низы решали эти проблемы. Вот у нас чего-то не хватает, это будут низы делать. Опять же, та же самая ситуация с деньгами. Денег в стране полно. Но для того, чтобы экономику перезапустить, деньги нужно спустить вниз, как можно дальше вниз, чтобы повысить спрос. То есть известная история, что давать деньги бедным людям выгоднее, чем давать богатым. Потому что богатый построит одну еще большую яхту, которая потом не будет входить в порт, потому что слишком большая. не пролезает. А бедные люди потратят деньги на хлеб, молоко, на ремонт обуви, на кучу других вещей, которые сидят в рабочие места и сдвинут экономику. Но, соответственно, в какой-то момент выясняется, что для того, чтобы дать деньги бедным, надо все-таки немножко опустить богатых. А этого делать не хочется. И поэтому возникает нынешний расклад, когда денег, в общем, с одной стороны полно, а с другой стороны не хватает. Почему не хватает? Надо, потому что взять не у тех, у кого надо. И результат мы видим. То есть наступление на права трудящихся, наступление на большинство жителей страны.